МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЬЮЗ Всем привет! Мы снова вместе. Вместе, куда слетаются все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Точки зрения бывают разные, но ваше зрение направлено на точку ньюз. С вами я, Константин Тарасюк. Поехали. ТОЧКА НЬЮЗ Алены, которых называли Алинами, Коли, которых путали с Толями и Марии, обозванные Маринами. Вы точно ловите суть нового трека и клипа Егора Крида «Крутой». Предыстория заключается в том, что одна девушка в Америке никак не могла взять в толк, что наш Крид – Егор, и упорно называл его Игорем. Певец решил, что раз уж теперь он Игорь, то непременно как Крутой. И пригласил в свой клип знаменитого продюсера. Помимо Игоря Яковлевича, Крид привлек к видео и других выдающихся носителей данного имени – Николаева, Гуляева и Харламова. Последний, кстати, в клипе перечисляет и тех, кто еще мог бы попасть в эту компанию. А Кенфеева, Суруханова, да и князь Игорь тоже бы вписался, говорит Гарик. Видео получилось, ну, очень смешным, а трек сразу заедает в голове. Снимать клипы с мастодонтами шоу-бизнеса у певца удается на ура. Сначала Филипп Киркоров и цвет настроения черный. А теперь вот Егор уговорил Игоря Крутого на задорные танцы в своем видео. А ведь стоит сказать спасибо той самой девушке, которая не смогла различить имена Игорь и Егор. Давно мы не слышали и не видели лирики от Анны Седоковой. То горячий клип Шантаран, то ни слова о нем. Где певица обещает танцевать до потери сознания и целоваться с другими парнями. И вот, ну дождались. Аня выпустила клип на песню «Не могу». Никаких тут тебе откровенных танцев и нарядов. Ведь суть песни в страданиях по любимому человеку, без которого то ли героиня певица в клипе, то ли она сама не может. Мол, сильно скучает, гуляет красиво по Москве и поет об этом. Судя по погоде видео, скучала Седокова во времена потеплее, чем сейчас. Нет ни снега, ни дождя. В такую непогоду, как сейчас, не особо ты попоешь и пострадаешь на улице. Тут уж как бы уши или еще чего не отморозить. Раз клип снят как минимум осенью, надеемся, что Анна больше не грустит. Осенняя хандра прошла, и от нее остались только эти красивые трек и видеорядки. Точка. Ньюс. Настоящая Рапунцель оказывается родом из Японии. Малышка Чанка появилась на свет с густыми черными волосами, которые растут не по дням, а по часам. Все девушки мечтают о красивых волосах еще с детства. Дамы используют массу способов, чтобы получить желанную объемную шевелюру. В ход идут и дорогие салонные уходы, и народные средства. Но малютке Чанка повезло с пеленок. Ее прекрасные волосы удивляют всех, кто видит это годовалое создание. Благодаря своей шевелюре она завоевала сердца более 375 тысяч человек в Инстаграм. Страничка Бэби Чанка, которую ведет мама малышки, пользуется сумасшедшей популярностью. И каждое фото девочки набирает тысячи лайков. Сначала о выдающемся ребенке писали модные издания. Затем маленькой обладательницей густой шевелюры заинтересовались и популярные бьюти-бренды. Японка Чанка в конце декабря 2018 года отметила свой первый день рождения. Вот растет себе девчушка и пока даже не представляет, что она уже звезда интернета. Так что пока вроде не зазналась. Пит Дэвидсон и Ариана Гранде никак не оставят друг друга в покое. И речь идет не о взаимных любовных терзаниях, а об обоюдном троллинге. В ход пошли запрещенные приемы. Ариана Гранде, видимо, взяла пример с Анастасией Ивлеевой и озвучила своим подписчикам интимные параметры Пита. Дэвидсон, кажется, был польщен. Еще бы, ведь там не пресловутые 15, а целых 25 сантиметров. Парень не упустил случая высказаться на эту тему. Во время своего стендапа в Нью-Йорке Пит сказал, что певице все кажется огромным. А ведь она ростом 150 сантиметров. А вот это уже некрасиво. Обижать девочек, тем более миниатюрных, совсем не дело. Уже пять месяцев прошло с расставания этой парочки, они все не угомонятся. А как известно, дергает за косички, значит любит. Может, Ариане и Питу просто пора сойтись и троллить друг друга тет-тет-тет? Точка Ньюс Яйцо свело народ с ума. Кайли Дженнер не могла и предположить, что фото ее дочери, которое набрало 18 миллионов лайков, сможет переплюнуть не фото торца Криштиана Роналду, не даже публикацию Ольги Бузовой, а простое куриное яйцо. 4 января пользователь под ником World Record Egg опубликовал пост и заявил, что хочет побить рекорд по лайкам. На снимке запечатлено обычное куриное яйцо. У аккаунта, где кроме фото яйца нет других публикаций, уже свыше трех миллионов человек. Яйцо не простое, но и не золотое. Зато с именем Юджином зовут. Кайли не смогла отнестись равнодушно к такому вызову и выложила целый пост, которым пытается пожарить яичницу на асфальте. Но как бы ни старалась, популярность яйца все равно не переплюнула. Юджин, а если по-нашему, то яйцо-женек уже набрало более 35 миллионов лайков. Как бы теперь все семейство Кардашьян Дженнер не исключило от обиды из своего рациона все яйца. Похоже, что мама Леонардо Ди Каприо совсем не жаждет популярности и не приемлет вторжение в свою частную жизнь. Ирменин Инденбиркин сильно разозлило внимание на зойливых фанатов сына. Совсем недавно попали под обстрел туристы, купившие экскурсионный тур по Лос-Анджелесу, проходящий по маршруту домов голливудских знаменитостей. Наглым туристам не удалось выйти сухими из воды. Мама Лео обвела поклонников звездных домов водой из шланга. Зато теперь попавшие под водный обстрел фанаты могут с гордостью заявлять, что их обвели водой из дома самого Ди Каприо. Мама актера заявляет, что люди могут оставаться поклонниками Ди Каприо и не приближаясь к его дому. Действительно, зачем приближаться к дому, когда мечта настоящего фаната приблизится к самому кумиру? Похоже, у мистера Блэк Стар наконец-то появился достойный конкурент. Одноименную бургерную в Америке пока еще не открыли. Но на днях этим деликатесом разом накормили всю команду Clemson Tigers. Интересно, кто бы это мог быть? Дональд Трамп настолько вдохновился победой своей любимой команды на чемпионате по американскому футболу, что пригласил их в гости, а вместо праздничного шампанского с фейерверками устроил бургерный ужин при свечах. Фастфуд – это не диверсия против спортивной диеты атлетов, а настоящая американская еда. Во всяком случае, так считает сам Трамп. Да и ребята заслужили после хорошей игры знатную порцию калорий. Хорошая была бы диета. Есть бургеры, только если им угощает Дональд Трамп в Белом доме. А после шести и в других локациях – не-не-не. Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. С вами был я, Константин Тарасюк. И помните, со мной шоу-бизнес куда интереснее. Точка Ньюс